Добрый вечер! Вы смотрите программу «Важная тема» на телеканале ТНТ «Онега». Я ее ведущий Денис Базанков. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Республики Карелия, председатель комитета по бюджету Виталий Владимирович Красулин. Добрый вечер! Добрый вечер! Виталий Владимирович, мы пригласили вас в нашу студию в связи с яркими событиями, которые произошли в начале прошлой недели и продолжаются до сих пор. Это обсуждение в обществе, в органах власти. Такого, скажем так, шага сделано министром культуры. Он назначил на должность музей-заповедника Кижи бывшего губернатора Карелии Андрея Витальевича Нелидова. В Законодательном собрании очень сильно обсуждается эта тема. Позиции у депутатов разные. Кто-то поддерживает это назначение, кто-то нет. Ну, соответственно, в народе тоже у нас разделение на две части. Те, кто за и те, кто против. Аргументы звучат самые разные. Мы сегодня позвали в нашу студию вас, чтобы вы высказали свою точку зрения по этой ситуации. Ну, я хочу подчеркнуть, что это является моей точкой зрения, а не точкой зрения Законодательного собрания. Для меня было неожиданностью. Но я считаю, что эта неожиданность больше хорошая, чем, значит, отрицательная. Поэтому я думаю, что такие неожиданности у нас в республике, наверное, все-таки к лучшему случаются. То есть, как человек, вы считаете, что назрела необходимость смены руководителя музея-заповедника? Ну, это отдельный вообще вопрос. Смена руководителя заповедника, на мой взгляд, давным-давно назрела. Связано это с тем, что у нас сегодня заповедник Кижи находится в такой ситуации, что до сих пор на территории заповедника находятся выгребные туалеты. Вот вы не в курсе, наверное, может быть, в курсе. Ну, в курсе вообще было. Мы сегодня ждем комету на Пирсе. Даже нет никакого навеса. Люди прячутся по деревьями от дождя. Ну, что это такое? 19 век у нас. Сегодня много таких объектов, вообще много на территории, значит, и Российской Федерации, и Европы. И все эти объекты сегодня доступны для простого обывателя, доступны для туристов. И там созданы элементарные условия. Никто не говорит, что сегодня надо на территории заповедника строить гостиницы, там концертные залы, там, вы знаете, какая-то была скандальная концепция представлена. Конечно же, наверное, нет. Не наверное, а точно нет. Но сделать таким образом, чтобы на территорию данного заповедника могли приехать туристы и совершенно спокойно. Вот комета, разница в пять часов. Приехала комета, следующая через пять часов. В течение часа люди посмотрели, значит, исторические издания, там, да, посмотрели, церковь, да, полюбовались, да. Все посмотрели. Люди где-то должны, значит, дождаться следующей кометы, так? Либо надо запускать кометы туда каждый час, да, что абсолютно точно, наверное, нерентабельно. Либо сделать какое-то место досуга, да, там, где можно просто посидеть, попить кофе, сходить спокойно в туалет. В нормальный туалет, в который принято всем сегодня понимать, что такое, значит, нормальный туалет. То, что сейчас там происходит, все там защищают очень сильно памятник. А памятник ведь для чего у нас охраняется ЮНЕСКО, да, и для чего туда федеральные деньги вкладываются? Для того, чтобы все люди могли посмотреть, как жили предки, и, значит, сохранить вот это культурное наследие. Самая главная задача, чтобы все это увидели, а не то, чтобы оградиться, что сюда только не приезжайте, не приходите, мы тут занимаемся сами, и у нас все хорошо. Кстати, я вас на секунду перебью, у некоторых федеральных чиновников, у них как раз ровно наоборот в голове сидит концепция. Да, неважно, сколько людей сюда придет, главное, пусть оно вот так вот будет. Это, кстати, можно подчеркнуть из выступления того же господина Романова со своей концепцией в Москве в Министерстве культуры. Вот там один из чиновников выражает вот эту мысль, о которой я сейчас сказал. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки не один из чиновников, а один из людей, у которого другое мнение, значит. Судя сегодня по настроениям чиновников, они сделали свое решение, и волей-неволей надо с этим решением соглашаться. Сегодня министр культуры Российской Федерации, это член команды Дмитрия Анатольевича Медведева, а значит и Владимир Владимировича Путина. У них абсолютное большинство поддержки населения, и поэтому такие решения принимаются, которые надо сначала посмотреть, что из этого выйдет, а потом уже делать такие выводы. Сегодня общественность вся против, но я считаю, что, во-первых, надо высказываться по результатам работы, это раз. А во-вторых, Андрей Анатольевич Нидов был чиновником очень высокого уровня. Сегодня, если он дал согласие возглавить такое предприятие, государственное или учреждение, как музей-заповедник, я думаю, что он справится. На ваш взгляд, почему 80% населения у нас сегодня готовы, я не знаю, бедного Нелидова разорвать? Он еще в должность толком не успел вступить, а уже дошло до того, что это на уровень президента его назначения обсуждаться будет? Во-первых, наверное, есть тут доля вины и самого Андрея Витальевича. Он у нас руководил республикой два года. Что-то получалось, что-то не получалось. И часть населения может быть недовольна его работой как губернатора. Но работать губернатором – это совсем другое. Это очень большой объем работы. И работать сегодня руководителем музея Киши – это совсем другое объем работы и направление. И поэтому часть населения, может быть, не согласна была с политикой Андрея Витальевича, часть населения сагитирована теми людьми, которые там работали до этого. Там очень большая волна поднята, там большие деньги, финансы, очень много заинтересованных лиц. И поэтому, безусловно, все это вызывает такое негодование, выступление в средствах массовой информации. Но ситуация вам не кажется, что кто-то управляет? Ситуацию раскачивают очень опытные люди, очень опытные политики. Ничего здесь странного нет. Тем не менее, губернатор уже сказал, что будет обсуждать этот вопрос с президентом. Но вы сторонник того, чтобы человек сначала отработал какой-то период времени в этом музее директором, и потом уже из этого делать выводы или нет? Я сторонник того, чтобы, конечно же, людям давали шанс попробовать, поработать, посмотреть и сделать потом какие-то выводы. Вот если через полгода в общественности будут какие-то вопросы, тогда можно к этому вопросу вернуться. Почему некоторые, опять же, представители общественности, у них уже, мне так кажется, возникло ощущение, что вот Нелидов приступил 28 января к исполнению своих обязанностей, а вот 30 января уже от церкви Преображенской ничего не останется. То есть, говорят, мы не против Нелидова, мы против того, чтобы разрушался памятник. Откуда такое? Я просто думаю, что вот предыдущая концепция предыдущего оратора, который озвучивал эту концепцию, значит, может быть много еще вопросов и как бы по этой причине. Предыдущий оратор Романова? Ну, я как бы не хотел называть фамилию. Ну, я ее назову. Но вы, да, все знаете. Может быть, у многих людей ассоциация, что будет у Андрея Витальевича принята эта концепция. Может быть, это мне не ошибочно. Он сказал о том, что, значит, будет абсолютно новая концепция, что он ее обсудит с работниками музея, значит, с научным сообществом. И потом они вместе примут решение, куда дальше двигаться. На самом деле, на ваш взгляд, музею нужен действительно человек с музейным, образованием, скажем, с культурным или управленец сейчас наших реалий? Я думаю, управленец. То есть, в принципе, не обязательно знать историю, но главное управлять. Я даже абсолютно в этом уверен. Сегодня то количество заместителей, которое есть в музее, достаточно для того, чтобы с научной точки зрения подкрепить любой проект, любую концепцию и любое направление. А вот вопросы по финансированию, вопросы как двигаться и вопросы контроля расходования средств сегодня должен осуществлять, наверное, все-таки управленец и хозяйство. Потому что, в принципе, это же учреждение, которым надо руководить. Там не только история. Там есть вопросы юридические, есть вопросы, я не знаю, трудового кодекса, я не знаю, и так далее и тому подобное. Земельные какие-то вопросы. Там очень много вопросов, которые историки могут просто не знать в силу своего образования. Поэтому, конечно же, руководитель должен быть управленцем. И крепким хозяйственником, как у нас принято говорить. А вот когда возглавляла музей Аверьянова, о ней можно сказать, что она плохой управленец или хороший? Я думаю, что Аверьянова на каком-то этапе сделал очень много для музея. У нас, вы видите, очень большие федеральные средства участвуют в работе музея. У нас на площади Кирова здание целое отремонтировано. Это заслуги Аверьянова. Она очень опытный руководитель. Но сегодня, может быть, и надо более современно подходить к вопросам. И более, значит, уже с точки зрения экономики по-другому, с точки зрения управления. Аверьянова на каком-то этапе была необходима. Помните, до Аверьяновой, кстати, очень много руководителей менялось в музее. Аверьянова проработала 14 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Это очень большой срок и сделано очень много. И надо сказать ей большое спасибо и с почетом, значит, человека, может быть, даже сделать каким-нибудь внештатным экспертом и так далее. Нельзя отказываться от опыта Аверьяновой. Абсолютно точно я в этом уверен. Я думаю, что человек с таким опытом, как Андрей Витальевич, это понимает. Андрей Витальевич, очевидно, уже давным-давно житель Петрозаводска. Не надо воспринимать Андрея Витальевича как... Как варяг. Да, потому что Андрей Витальевич живет в Петрозаводске. Живет, построил здесь квартиру. У него, значит, здесь семья, и так далее, и тому подобное. И поэтому я думаю, что это настоящий, значит, Петрозаводчанин, житель республики и вполне нормальное назначение. Единственное, что я бы хотел подчеркнуть, и, может быть, если Андрей Витальевич меня услышит, я бы хотел сказать, что нужна команда, конечно, вокруг, чтобы была профессионалов. Сделать нужно все так, чтобы вот тот опыт, который мы сегодня с вами прошли за этот месяц, чтобы он не повторялся. Назначение Нелидова директором, а как-то это сможет отразиться на бюджете Карелии? Я думаю, что прямо нет, но косвенно, может быть, да, если начнут республику посещать более большое количество туристов. Сегодня ведь музей Кижи посещают только туристы, которые приплывают водным путем на пароходах, на теплоходах, и которые не все, кстати, заходят в город Петрозаводск, а многие сразу возвращаются. Может быть, будет еще какой-то путь, может быть, значит, и через Петрозаводск туристы начнут ездить на кометах, может быть, кометы станут у нас почаще туда ходить, может быть, музей займется в том числе и транспортной составляющей, может быть, туда дополнительные какие-то кометы пойдут, еще больше поток туристов увеличится. Это, конечно же, отразится на бюджете в лучшую сторону. А у нас все говорят о том, что нужно развивать туристический бизнес. Как его развивать, если не показывать людям, значит, те достопримечательности, которые есть в республике? Я напомню, что Андрей Витальевич в свое время в бытность губернатора ставку делал на туризм. Поэтому, ну дай бог, чтобы его все идеи реализовались как раз сейчас вот в этой должности директор музея-заповедника Кижи. Я благодарю за то, что вы пришли в нашу студию и дали свою точку зрения по сложившейся ситуации. И напоминаю, у нас в гостях был Виталий Владимирович Красулин, депутат законодательного собрания Карелии, председатель комитета по бюджету. Ну а провел эту программу для вас я, Денис Базанков. Вы смотрели важную тему. До свидания.